доброго дамы и господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа перед вами валютная пара евро доллар давайте с вами разберем что у нас по ней происходит как видим у нас по евро доллару идет довольно таки продолжительный восходящий тренд если отсечь эту часть то здесь был тренд 1 2 3 4 дня далее шел range и далее зарядил тренд то у нас как правило по еврику тренды редко бывают более 12 дней если посчитать вот эту часть цель части то у нас получается 1 2 3 4 5 6 7 7 день если вместе с этой частью то получается 13 дней то есть идет по сути у нас 13 дней восходящий тренд и это нам намекает на то что цена в какое-то ближайшее время может дать корректосик коррекцию вниз чем в принципе ну так слегка первые признаки нам показывает цена это обозначение вот такого нисходящего канальчик у нас намечается вот так вот там можно пометить то есть что тут у нас можно нарисовать например 1 2 1 штрих 2 штрих то есть эти пики максимум ниже и соответственно локальные минимумы тоже идут ниже но это возможно как бы еще и притянуто за уши но тем не менее такая статистика имеется по евро доллар что тренды очень редко бывают более 12 дней именно по евро доллару вдобавок у нас появилась интересная конструкция либо стрэдл либо стрэнгл это по опциону обратите внимание на эти два опциона опцион путь с экспирации 31 июля и опцион путь с экспирации 31 июля чем они интересны интересны тем что они были либо куплены либо проданы по одному страйку сейчас я вам разъясню в чем разница то есть один страйк одна цена допустим был куплен либо продан опцион пут и кол и это имеет большую роль и так если у нас опционы куплены если они куплены то соответственно за опцион пут заплатили какую-то премию денежку в размере скажем 50 пунктов и за опцион пут тоже заплатили премию в размере 40 например 6 пунктов что получается если у нас опцион куплен давайте вот так вот обозначим вот эту часть если он у нас куплен скажем опцион пут то ожидают что цена пойдет вверх и начнет приносить прибыль после того как цена выберется вот за вот эту грань то есть за предел без убыточности но у нас также еще и куплен опцион пут а это означает что у нас нужно учесть еще премию и опциона пут так его обозначим другим цветом таким образом нужно нам сложить эти затраты и мы увидим что если у нас они куплены и пут и кол куплены то ожидают дальнейшего роста либо на покупку надо чтобы цена 31 июля экспирировалась и выше вот этого коридорчик а выше вот этой границы тогда данная конструкция окажется в прибыли и заработают соответственно вот эту дельту между текущей ценой экспирации коридором общего без убытка либо же цена может пойти вниз то здесь без разницы куда пойдет цена либо вверх либо вниз но в этом случае нужно будет учесть точно также и коридорчик вниз то есть построить прибавить сюда премию стоимость опцион накол таким образом получается что если цена пойдет вниз то рассчитывают что экспирация будет проходить ниже вот этого уровня 1 15 0 0 1 15 10 то есть цена где-то будет закрываться ниже 31 июля тогда получит прибыль за это что касательно купленных опцион давайте обозначим границы вот так вот примерно то есть примерно выше 17 30 либо ниже 15 15 примерно в этих диапазонах ждут что цена будет торговаться выше либо выше либо ниже это если опционы куплены если же они проданы то в этом случае ожидает что цена будет экспирироваться 31 июля вот в этом коридорчике до конца у нас осталось вот эта неделя да то есть сегодня 2344 полных торговой сессии но не знаю насколько это вероятно просчитать то что цена будет экспирироваться такого-то небольшом коридорчике в 100 пунктов может быть она и так может быть это какая-то часть иной опционной стратегии мы этого достоверно знать не можем но тем не менее данные конструкции можем принимать во внимание и строить свои гипотезы я склоняюсь к тому что все-таки данные опционы куплены и соответственно цена будет торговаться где-то либо выше где-то ниже то есть ждут повышение волатильности рынка возможно либо продолжение тренда вверх но видим что у нас особо ожидание верху уже нет это если цена может дойти вот до уровня 18 90 до 19 фигуры либо же цена пойдет вниз на разворот уже тренда тому же у нас евро очень хорошо зашла в опционную зону каллов когда такое происходит по любым парам то есть у нас срабатывает масса 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 опционов к примеру как сейчас то это признак того что в ближайшем будущем будет очень хорошая коррекция даже не коррекция настоящий тренд вниз на протяжении возможно двух месяцев на двух месяцев имеется ввиду не сплошного падения риск естественно с откатами с коррекциями но как правило протяжении пары месяцев вот все данные опциончики выходят в плюс причем хороший плюс поэтому сейчас лично я для себя смотрю продажи и дроблю свои объем то есть открываю объемом например один год и когда цена доходит до какого-то уровня то внутри дневного примерно то закрываю половина лота остальную часть оставляю на дальнобой таким образом можно сейчас пробовать щупать рынок ходить в него быстро переносить стоп лоссов без убыток так как у нас пока что сохраняется восходящий тренд но уже с некими намеками на ближайший разворот и поэтому было бы замечательно открыться где-то на макушке тренда исходящего которые последуют и прокатиться забрать очень хорошее расстояние по расстановке ордеров у нас пока ничего интересного не происходит нет крупных ордеров недавно вчера буквально на рынке была собрана ликвидность на уровне 1.17.25 присутствовала большое скопление лимит ордеров давайте посмотрим вот вчерашний день можно откатить линию то есть вот здесь был рынок и на этот момент была огромная просто ликвидность на уровне 1.17.25 и затем обратите внимание цена подбиралась к этому уровню то есть вот здесь вот здесь цена дошла до 1.17.25 всю ликвидность не смогла сразу выбрать на скоком откатила на 40 пунктов на 400 пипсов в пятизнаке продолжила дальше вверх сегодня дальше вот продолжает сейчас снижение затем уже при втором подходе данная ликвидность была собрана с рынка вот она исчезла вот и здесь собрали посмотрим вот . уровень где он был рынок и последующее обновление цена ушла на 1.17.25 здесь да уже точно доходило и ликвидность всего собрали при этом прокатились еще немного вверх и сейчас вот некое такое движение идет вниз и больше пока на рынке никаких заманчивых объемов ликвидности мы не видим что по лимит ордерам что по стоп ордерам стоп ордера это зачастую могут быть стоп лоссы эти уже в прошлом видео по моему объяснял что на рынке стоп лосс примеру это может быть не может быть а выступает в качестве стоп лосс выступает в качестве противоположных ордеров если вы продаете если вы продаете то соответственно у вас стоп лосс это будет buy stop сделка стоять если вы покупаете то ваш стоп лосс будет sell stop противоположная сделка поэтому по расстановке стоп лоссов можно смотреть где скапливается ликвидность диска плеваются стоп лосса до которых цена частенько доходит и на которые можно ориентироваться в качестве открытия своих сделок либо предостережение того что в рынок пока входить рано хорошо идем далее британский фунт по британцу нас схожая картина с евриком тренд восходящий тренд и некие намеки на снижение но у нас по британцу верхняя граница рынка перестроилась смотрим как и вверх открывая дорогу ему для дальнейшего роста то есть был у нас range видим далее верхней границы рынка перестроилась открывая дорогу вверх и тренд у нас состоялся имеются опционные ожидания с экспирации 4 сентября на уровне 1 3050 поэтому может быть можем еще по британцу исходить на данный уровень но вот здесь уже точно можно будет искать среднесрочные продажи давайте посмотрим по книге ордеров что у нас по британцу по британцу у нас вот идет интересное скопление ликвидности вот на этом уровне это уровень у нас 29 0 5 29 00 то есть если смотреть продажи то продажи пока рекомендую смотреть интродэй внутридневные либо же если мы наоборот покупаем смотрим что нас восходящий тренд и здесь например формируется у нас какой-то паттер например захват ликвидности на покупку то ориентиром ближайшей цели ближайшего профита может служить вот этот объемчик 29 0 5 велика вероятность что до этого уровня добьют дальше уже по усмотрению смотреть но я обычно на этих уровнях выхожу потому что после них бывает и хорошие откатики случаются тем более здесь мы смотрим подробно график видим у нас некий уровень сопротивления обрисовывается плюс здесь у нас паттерны внутренний барда из прайс-экшена который пошел вниз и пин бары то есть длинными хвостами наверху которые нам говорят о том что было желание пойти вверх покупателей но их обломали быкам обломали рога и рынок топят в данный момент по лимит ордера что у нас интересного но в ближайшем будущем ничего интересного пока не намечается есть только перспектива вот на этот уровень исходя из цели по еврику ну и по фунту тоже после хорошего тренда могут быть хорошие откаты и смена тренда то есть вот объем хороший объем скапливается ликвидность на уровне 1.22 поэтому по фунту также как и по евро доллару можно поступить дроблением лота то есть например открываем два лота либо один год но затем половинку данного лота фиксируем на какой-то ближайшей цели внутри дневной потому что в настоящий момент этот именно для настоящего момента у нас исходящий тренд до сих пор сохраняется нисходящий тренд еще не сформирован поэтому например если от уровня 29 00 29 05 искать продажи то именно по такой технологии с частичным закрытием профита на каких-то уровням второй орден переносим обязательно в безубыток и сохраняем его на долгосрок а вдруг прокатит если нет то нет то хотя бы какую-то часть прибыли с рынка взяли далее австралийский доллар по австралийскому доллару тоже интересная картина восходящий тренд но австралийка у нас видим заранжевал в таком широком коридорчике видим вот эту интересную картиночку сопротивление организовалась возле уровня второго порядка опционного уровня с такими вот видим пин барами замечательными на то есть один два три четыре раза уровень тестирует и все время его отбрасывают это уровень второго порядка он у нас является на тот момент являлся можно сказать пограничным были выше еще уровни на достаточно высоко с экспираться 4 сентября но тем не менее все может быть то есть восходящий тренд у нас до сих пор еще сохраняется и нельзя исключать такой вот картины вполне может себе быть вот здесь уже искать продажи будут очень хорошие продажи это у нас пограничного область скопления денег больших денег здесь какое-то время тоже она была пограничной поэтому сейчас имеет свою реакцию ну и по косвенным признакам которые только чтобы значит вот так цена отрабатывать данные уровни то есть хотят пойти вверх но я не пускают отбивают то здесь набирают на этих уровнях позиции на продажу то есть за данными опционными уровнями стоят у нас хеджеры которые рассчитывают что цена будет экспирироваться ниже данных уровней она у нас начнет экспирироваться когда с 7 августа произойдет экспирация поэтому вероятно может быть она так и будет к 7 августа цена припадет куда-то вниз поэтому присматриваемся к данным уровнем возможно здесь по австралийку уже идет более такие уже начались более ранние признаки чем по евро и фунту именно к развороту рынка давайте взглянем более подробно на книгу ордеров что у нас здесь у нас здесь видим есть хорошая ликвидность по сел лимитом на уровне 0.72 поэтому не исключение какие-то вот заскоки резки сложные пробои именно для сбора ликвидности и затем уже пойти вниз к уровням вот этим это у нас ценовые уровни 07 и 069 по стоп ордера по стоп ордерам у нас ничего не осталось и ликвидности выбрали поэтому ориентир пока на лимит ордера мои ближайшие ожидания видим здесь формируется у нас фигура схождения вот такая вот поэтому выстрел рынка куда-то в какую-то сторону вполне вероятен я пока предпочитаю смотреть в свете того что евро и фунт могут развернуться тоже в время предпочитаю держать в голове прогноз именно на то что может быть ложный пробой данного уровня сбор ликвидности на 072 и затем уже падение вот здесь можно будет смотреть продажи 072 у нас с каким-нибудь опционным уровнем пересекается или нет давайте взглянем 072 25 с опционным уровнем с экспирации 4 сентября в зоне как раз в области 95 процентной вероятности поэтому хорошее место будет для поиска продаж но нужно будет обратить внимание на то как себя будет вести цена именно вот на этом уровне когда пойдет обратно если затормозит и будут вырисовываться попытки пойти вверх то может быть и могут стрелять еще дальше вверх поэтому не исключаем сценария в обе стороны как на продажу но смотрим за ценой в этом в этой области 071 80 таки от этого уровня на покупку канадский доллар канадский доллар у нас находится в нисходящем тренде за пределами нижней границы рынка и вероятно что у нас цена пойдет вот к этим опционным уровнем с экспирации 31 июля видим что пока что у нас сохраняется классический нисходящий тренд то есть каждое последующее экстремумы ниже предыдущих поэтому не исключен какой-то угла сценарий такой возможно все может быть давайте взглянем на расстановку ордеров что они нам подсказывают так вот видим нисходящий тренде к пока давайте линию уберем по лимит ордера в лимит ордера у нас находится вот на продаже вот довольно таки высоко возможно данные ордера сейчас и достигнуты не будут ближайшие ближайшие ликвидность находится на уровне 13300 13300 по стоп ордерам по стоп ордерам вот заманчивая предложение рынку сходить именно до стоп лоссов стоп лоссы здесь скорее всего идут вот эти да стоп лоссы покупателей вот этих которые начинают покупать вот от этого уровня это у нас уровень дневной поддержки где взглянем на дни вот он уровень дневной поддержки замечательный пин бар тут еще пин барчик все как бы подтверждается чтобы пойти вверх но это дневной уровень поэтому какие-то внутри дневные ложные пробоя вполне вполне вероятны и видим что здесь сейчас набирают покупки и соответственно стоп лоссы будут куда выставлять вот за этот локальный минимум да за этот хвостик тоже пин барчика и вот они идут стоп лоссики хорошая ликвидность 3320 3300 для того чтобы рынок совершил ложный пробой захватил ликвидность и затем стартанул вверх здесь же у нас находятся и байлимиты обратите внимание байлимиты на 1.33 поэтому достаточно привлекательное место для поиска покупок 1.3300 опять-таки по технологии дробление ордеров 1.2 первый ордер закрываем где-то внутри дня но я бы искал выход на этом уровне да вот этот зеркальный уровень вот этот зеркальный уровень у нас четырех часовой четыре часа вот у нас был этот уровень превратился из поддержки в сопротивление была поддержка цена продорговала превратила сопротивление и пошла вниз до дневного уровня поэтому ближайшая цель вот на этом уровне 1.3493 1.3500 здесь же у нас находится лимит ордера целый лимит ордера 1.3500 1.3525 вот в этой области я бы еще посмотрел здесь возможную как раз таки вариант того что цена может и сходить еще куда-то вниз прежде чем например развернуться и пойти вот к этим областям в район 36 фигуры но это уже такая перспектива далекая ближайший сценарий я все-таки смотрю это падение рынка на 33 фигуру 1.33 и здесь буду искать покупочки с ближайшей целью на 1.35 вот таким вот образом по канадскому доллару франк что у нас по франку франк у нас зарядил вниз то есть копирует копирует у нас еврик только в зеркальном в обратном положении если еврик вверх то франк соответственно вниз франк у нас ушел практически за все опционные уровни внизу имеется одинокий уровень с экспирации 9 октября до него еще достаточно далеко 250 пунктов и судя по тому как его отстранили от рынка он всего скорее всего является проданным с той целью что цена 9 октября будет экспирироваться выше данного уровня и за данный опцион получит премию так как его продали и опять-таки как и по еврику франк у нас провалился хорошо в опционную область бут опционов поэтому в ближайшие опять тоже два месяца можем увидеть хороший рост как это было ранее например только с опционами кол вот обратите внимание сейчас вам покажу картиночку вот у нас франк вот шла плотность опционов путь на воду на плотность опционов путь и франк нее в лес выбили его туда опять в лес таким вот образом несколько раз он пытался зайти здесь это же обратите внимание очень плотное скопление было опционов и вот как он туда добрался так его оттуда мощная от футболили и цена пошла падать на протяжении двух более чем например на два функционных месяцев здесь хорошо упала здесь целый опционный месяц спадала здесь по сути пошел широкий такой раньше примера то же самое может оказаться и сейчас вот с путами франк вошел в плотную зону опционов тут даже провалился ниже хорошенечко ну его в итоге туда выкнули и все вот эти опционы все такие опционы у нас в итоге до давали возможность закрываться по хорошей цене с прибылью либо на момент экспирации выйти в хорошую чистую прибыль вот этими хорошие опционы что без разницы если ты опцион купил без разницы на сколько цена может провалиться против таких ожиданий главное чтоб на момент экспирации цена успела выйти куда-то в плюс в деньги тоже наблюдаем и сейчас у нас цена проваливается в область опционов путь не исключено конечно и дальнейшее падение как мы видели на этом примерчике за область опционов но чем дальше провалится тем резче и мощнее будет выхлоп поэтому следим назревают интересные времена по расстановке ордеров что у нас интересно у нас имеется обратите внимание сразу на стоп ордера хорошая ликвидность на уровне 91 20 хорошая ликвидность очень велика вероятность что до нее доберутся если мы здесь проследили бы историю изменения ликвидности то у нас ликвидность перемещалась все ниже и ниже и ниже вот статье можно и проследить по истории здесь отмечено большая ликвидность у вас поначалу здесь но цена еще не доходя до этого то есть она была вот здесь ликвидность перебрасывали сюда оттягивали стоп лоссы цена была здесь в этой точке ликвидность перебросили цена дошла до этого уровня ликвидность опять перебросили а сейчас цена была вот тут ликвидность подтянули но сейчас ждем что цена вот у нас две области ликвидности первое 91 20 и вот здесь 91 50 наверно 91 91 65 вот две области заманчивой ликвидности до которых могут дотянуть чтобы собрать эти стоп лоссы и уже после этого вот здесь вот хорошая точка для поиска покупок с 91 20 берем себе на заметку 91 65 хорошая область для поиска покупок с целями давайте посмотрим лимит ордера может нам что подскажут лимит ордера вот у нас есть огромненькая хорошая выдающаяся вот она область вот видите да тут кстати все так вот выделяется за уровнем не видно вот очень огромное скопление лимит ордеров на продажу поэтому цель да мы хорошо забрали за пределы опционов под поэтому может быть резкий хороший вылаз вверх такой что потом просто вскочить будет негде поэтому следим внимательно за этими уровнем 91 65 91 20 где можно искать покупки и опять-таки пока что работаем пока у нас нисходящий тренд все-таки работаем дроблением ордеров по половинке будем закрывать профиты по ходу движения открываться закрываться и часть половину ордеров держать на дальнобой в область 95 50 это по франку и осталось нас японская иена по японской и не мы тоже хорошо ушли за пределы опционов put области put на у нас их как бы тут не особо много как это по я не часто бывает подошли к нижней границе рынка нижней границы рынка у нас перестроилась вверх создавая модель поддержки на и ограничение дальнейшего падения и появились у нас опциончики один недельный опцион другой с экспират 4 сентября по характеру поведения цены возле этих уровней можем понимать что здесь находятся хеджеры хеджеры которые рассчитывают что цена к 31 июля будет торговаться выше данных уровней ну и соответственно 4 сентября точно также будет где-то экспирироваться выше давайте посмотрим книгу ордеров что под ней у нас по книге ордеров у нас видим хороший уровень ликвидности по buy limit это у нас уровень 105 00 должен быть ну да вот 105 00 уровень по стоп ордерам по стоп ордерам но здесь ликвидность по стоп лоссом выбрали набирается ликвидностью опять таки на уровне 105 00 опять идет хорошее сочетание того что прежде чем стартануть вверх могут сходить вниз выбрать ликвидность по стоп лоссом и здесь на своих buy limit ах уже не пустить рынок дальше падать вниз на buy limit ах вырулить вверх таким образом что у нас получится у нас получится двойное дно которое увидит биржевая толпа сориентируется и начнет покупать и начнет толкать рынок вверх что уже и нужно будет крупным игрокам то есть стоп лоссики соберут ликвидность выберут на buy limit ах защитят рынок от падения дальнейшего а дальше толпа уже сама начнет рынок толкать вверх с целями но пока судя по лимит ордерам цель можно предполагать на первая цель сто шесть шестьдесят в этой области сто шестьдесят вторая цель сто семь пятьдесят ну и тут сто семь семьдесят пять вот здесь думаю с размаха вот эту историю не проторгуют примерно вот такой сценарий можно ожидать какая-нибудь коррекция и вот такой вот обзор рынка на этом все подписывайтесь в группу telegram где я выкладываю обзоры и аналитику рынка по мере появления каких-то важных интересных изменений ставьте лайк этому видео если оно вам понравилось подписывайтесь на канал всем успехов попутного тренда пока